Дорога Якутий-Магадан начинается с парома через Великую реку Ивену. Дорога хорошая, грунтовка, но иногда пылят встречные машины. На пути два парома, поэтому ехать не так быстро получается. Мы ехали около 12 часов. Остановки были по пути. Добро пожаловать в Тампонский район. 2.20 ночи и так светло. О, скоро будет в Хандеге. Вот он район, начало района. А мне от развилки еще 80 километров. Здесь только старт. Хандеге. Хандеге хорошо. Ну я давным-давно там живу. Все свое, все родное. Хорошо. Солнце здесь почти не закатное. Широта Петрозаводска. 8 июля. На втором пароме через Алдан я договорилась с водителем другой машины. А заброски еще на 200 километров по трассе. Вот она трасса Ихуд-Магадан. Приехала оттуда, куда машины сейчас уходят. А вот туда в горы пошел мой распадок. Вот такая здесь трасса. Очень даже хорошая. После дождя никакой пыли нету. От вилок с трассы Ихуд-Магадан после ручья Ситарын. Тут мост. Вот дорога идет в распадах в Восточной Хандеге. Туда лежит мой путь. Начинаю маршрут. До Сунтара. До реки Сунтара. Я планирую по треку Завьялова. Когда они ходили осенью. Забыл какой угодно. Но на Слозав есть этот отчет. В общем, от трассы, где трасса пересекает реку Ситарын. Вверх по Восточной Хандеге. Имтачан. Потом перевал на Ясандя. Потом перевал на Дыбы. Тут еще небольшой перевал. Кирихтех. У Гамы. Единственное. В Якутске была жара. Плюс 25. Солнце. А здесь сейчас облачно. Моросил дождик небольшой. Но сейчас облачность чуть поднялась. Дождя нет. Начинаю. Вода невысокая. Идти можно. Это радует. Когда идешь по воде, по глубине, ощущение, будто ногу как пробку выталкивает обратно наверх. Настолько невесомы эти эва-сапоги. Их мягко и сухо. И тепло даже в ледяной воде. Путь вверх по рекам – это постоянные броды русел реки, разбивающиеся на протоки среди обширных галичников, а временами собирающиеся в одно. За день преодолеваешь их бесчетное количество. Река – это дорога. Как сказали мне местные, тут неделю до сегодняшнего дня стояла жара. Только сейчас погода что-то испортилась. Эх, может зря я отказалась на неделю раньше вылетать, когда тоже был дешевый рейс. И Нина, моя подруга, напарница Парагейну, уже заранее волновалась, успели ли я к старту чемпионата мира Парагейну суточному ориентированию. Как обычно, я вклинивала свое путешествие в график соревнований. Река Восточная Хандига, суровые горы Санта-Архаята. Сейчас мало воды, это хорошо, галичники чистые, сухие, можно идти по ним, достаточно удобно. Легко течение. Ну вот, уже на следующем бровне я почувствовала, что не очень-то хорошо держусь на стремлении. Пожалуй, не перейти, хоть и глубина не такая уж и значительная. Без рюкзака все-таки дает себя знать. В этот раз за счет того, что лодка у меня легкая, взяла аж 2 килограмма баранок и сухарей. Целое состояние. Снежок на склонах еще кое-где, вон он. Сегодня утро встречает меня солнышком. Ясное небо, только редкие перистые облачка. Сразу какая красота, вода еще немножко упала. Будет еще проще переходить притоки, протоки. Осветные горы меня окружают, классные. И туда идет мой путь вверх. Это еще восточная Хандага река. Не дошла я до притока Хачевала вчера. Тяжело все-таки под вечер шлось. А вот моя стояночка в его чизеневом лесочке на мысу. Вчера еще дождик был вечером какой-то. По крайней мере облака такие были непредсказуемые. Тентик поставила с травой. А вон там моя палаточка. Красота. Просто песня. Вот ведь какое происшествие-то произошло. Мышь поела у меня. Вон, отъела. Кусок коврика, вот. Прогрызла палатку. Первый раз, вернее второй раз у меня такое в практике. Прогрызла пол и часть бока. Ничего себе. Видно коврик чем-то вкусным пах. И вот она. Новую боладочку мне испортила. Придется ремонтировать досуги. Ну ладно. Хороша речка, хороша дорожка. Под солнышком верховья гор. Верховья ручьев. Центр гор. Оказывается, я не могу идти больше 15-20 минут. Как начинает так ломить спина и затекать, что приходится присаживаться и отдыхать. Но главное, прижимов почти нет. Галичная долина довольно широкая. Все время иду вдоль русел. Изредка захожу в заросшие тенистые протоки. Попадаю на валы плавника. Пусть не прямой, но достаточно легкий. Речи затекают быстро. На корягу хорошо садиться и опирать рюкзак. Вот такие выворотни с корнями сложат мне опоры для рюкзака. Да, тут можно передохнуть. А вон туда дальше мой путь. Итак, через несколько перевалов я должна выйти на реку Сунтар. Моим запасным вариантом, если лодка окажется ненадежной или зарядит непогода или еще что-то, будет выход обратно на трассу Якутск-Магадан. Сплав по Сунтару или Куйдусуну и даже по Юдами. Но все это не то. Не так интересно, не так грандиозно и стояще. Только высокая цель могла поддерживать меня на маршруте. И этой целью было пересечение хребта и сплав по реке Охоте к Охотскому морю. Вид с моей стоянки. Ночи сейчас тут совсем светлые, тем более полнолуние. На старте мой рюкзак весил немного больше расченных 33 килограммов. Предела, с которым, как мне казалось, я могу ходить. Но с дороги у меня осталась маленькая буханка черного хлеба, кусок местного амгинского сыра и банка консервов сайры. А ботинки, в которых, как я думала, пойду по камням галичников, ехали в рюкзаке. Нормально. Итого 35 кг с плюсом. Дорога просто великолепная. Протоки здесь промылись в большую воду, а сейчас это просто, ну почти асфальт. Крунтовка. Идти одно удовольствие. Жарко только сегодня будет. Но лучше солнышко, чем поводок. По солнышку все равно лучше ходить. Ну вот, впереди, на моем ручье Им-Тачане, наледь. Интересно по ней. Можно будет идти, не провалится ли? Наверное, можно. А там вверху уже мой перевал. Вон там он. С самых верховой его долины. Что, твердо? О! Как по паркету. Вот это да! Надо было уже брать. Не догадалась. Сейчас бы конечком со свистом. О! Отлично идет. Вон там долина Восточной Хандыги. Откуда я пришла. И вот Хандыга вода оттуда течет. Там ее верховье. А мне дальше по ее притоку. Вот здесь какие ручьи в леднике текут. В леднике. Ну что, наледь, можно сказать, это горизонтальный ледник. Да, вот и край наледи. Отсюда не так уж просто спуститься. Придется, наверное, входить. Красота! 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 Да. Метр... Метр. Чуть меньше даже. Высокая льда. Незабудки, желтые маки Ручей мой сузился, потек одним руслом В ущельце трудно стало идти к нему А вот тут-то как здорово На полочках тундровых, лесотундровых Только очень мягко под ногами А, вон дальше опять галичник начинается Так что сейчас пройду все-таки по ручью А место здесь шикарное Для стоянки, вот, красивое Обалдеть, какие виды И тенек Фу, мой путь налево Перед корой, которая прямо Налево туда ущелье идет На перевал Наверное, две ходки там пойду Что-то утомилось Вот где-то в тех дальних, синих горах на горизонте У них подножия я ночевала сегодня Медленно, а все-таки так Достаточно удалять хорошо От трассы На горках скалы Красота О, долина, с которой я пришла Вот моя дорога наверх Теперь бери этого ручейка Ко-то время Одного росла А там дальше опять галичник Еле дотянуло до последнего деревца Перед заходом на перевал Это было реально последнее одинокое дерево-лиственницы Посреди галичных проток А там, под той горкой, на лагерь А я сейчас первую ходку по холодку вечерком делаю Поближе к перевалу На закате горы красивые Кусты и вника тянутся далеко вверх по ущелью И в сумерках в них мне мерещатся медведи А вот туда лежит мой путь Самое понижение Это мой перевал Но я сейчас только под перевал подойду И брошу часть вещей Сплавное снаряжение И часть еды А то утомилась сегодня 35 килограмм тащить Вот поднимаюсь по ручью И тача к перевалу С утра сегодня уже такая жара Хорошо, что ночью Первую ходку сделала Вот там влево мой перевал Ручей то пропадает, галичники То снова шумит А здесь такая потрясающая Альпийская лужайка По-моему, тихий Одно удовольствие Красота Неописуемая Чего-то только не растет Какой-то строгал, что ли Потрясающий А вот эта в ряда цветет Куропатыча травка Вон ее сколько Вот маки Желтенькие Чего-то-то нету Желтые маки С Антарха и Та С фильма под таким названием Путешественника Ольховского Началось мое знакомство с регионом Просто клумбы Это, похоже, синюха И сюда добралась Потихоньку высоту набираю Вон из той долины Я пришла Под ногами хрустит ковер ягеля Лишайника Сушь Вот оттуда из ущелья я поднимаюсь Ну вот она, впереди показалась Главина перевала Снежники еще не расставили Но жарко Пекло страшно Курорт Ветрюга Ничего не слышно Наверное Ну вот и перевалила я В долину реки Ясандя Или Огонья По-другому Теперь мне вниз И первая распадочка направо Но сначала надо еще сходить Вторую ходку Принести вторую часть груза Пока только С первой частью залезла Два часа поднималась Перепад здесь, наверное, метров 700 Из низа долины Сейчас покажу вид Туда, откуда поднялась Ну вот она Перевальная точка Здесь тур выложен И вот долина Имточан Из которой я поднималась Там не верится Что прямо С самого-самого Низа Залезла Вон оттуда Ущелье здесь узкое было в конце Пришлось по ручью идти Но так как воды сейчас мало Я даже ботинки не замочила Просто все время приходилось По камешкам туда-сюда Форсировать Его Вот Но она такая узкая А вот куда я сейчас пойду вниз Там уже пошире Талинка Ну красота Погода мне благоприятствует Слава богу А здесь Портянки И вещь походе Ну просто Незаменимая Можно на ноги надевать На шею Вытираться Но главное Я тут сейчас продукты оставляю Прикрыл их портянками Чтоб какой-нибудь медведь Не съел Испугался Запаха человека Слава богу Какие же здесь все-таки Альпийские луга цветущие Ну просто обалдеть Вот сейчас Под этим Последним деревцем Мивы Стенечки На лужайке Альпийской Сделаю Костерок Чайку И вторая ходка На перевал Ой ну прям На поляне Буду Костер делать Цветущий Вот моя Лодочка тут лежит Вот так и выглядит заход Долину Ручья Который ведет Перевал На Весандя Сколько же здесь Острогала Именно это растение Является загадочной Скифской Травой бессмертия Ему приписывают Чудодейственную способность Давать жизненную силу Действительно Острогал быстро Восстанавливает силы И снимает чувство усталости Вот моя стояночка Посреди открытой тундры Жара стоит Ну ветерок правда Комаров Ну может быть там Одна-две штучки Один-второй Пролетит изредка Так практически нету А вот долина В которую я сегодня пойду Вот Абсолютно сухо Ручеек то есть Но Естественно весь мох Вся травка Тундровая Сухая Идти хорошо Мытник шерстистый Растение съедобное Корни его по вкусу Напоминают морковку А цветки можно заваривать Как чай Хорошо идти по широкой Стравянистой долине Мягко ногам Бывают конечно Болотистые участки Но Не выше щиколотки Зато от камней ноги отдыхают А то вчера так намялись Здесь оленьих следов много Перевал точно оленегонный Сужение с каменными лестниками Тоже есть в этом ручье Тяжелым рюкзаком По таким камням Не очень легко А дальше опять Чирокая долинка Зеленые полочки Тундра В общем Дорога замечательная Впереди Вот она Прекрасная дорога Горной тундры Сказка Песня Красивый сунтар Хорошую погоду Идиллия Идиллия просто Курорт И никого Кроме птичек Вот еще слепни Налетели Но Они Не сильно пристающие Это обыкновенная каменка Пляшет на камешке Самец Какая же благодать Все-таки В тундре Летом Когда Сухо И тепло Вода В озере Теплая Сверху Я искупалась Сейчас Только не в озере А тут Поближе Озерка Небольшие Вон оттуда Я пришла Тяжелый был Тут переход Все заболочено Было В конце Кочки Как по болоту Но И глубоко Даже ботинки До верха Не залила А я еду За туманом Мечтами И за запахом Таги Вот уже Перевал Долина Керевтяха Сейчас Дойду До первого ручья За перевалом И встану Закат Непосредственно Из палатки Наблюдаю Вокруг Тундра Открытая А у меня Тут палатки Вот уже Готово И даже Внутри Под тентом Палаточку Натянула Чтобы кумары Меня не беспокоили Вот Все у меня Тут отлично Ручей Керевтях По его долинке Спускаюсь Снизу Здесь Здесь вот На сужениях В овняках Свежие следы Медведя Уже кучу Помет увидела Иду Покрикиваю На узких местах Чтобы он Меня раньше Учил Но сейчас Хорошо Ветер в спину Они мой запах Должны учить Раньше Чем меня Увидят Правда Слепней И комаров Не сгоняют Когда в спину Дуют Но уж лучше Пусть меня Медведи Издалек И убегают А то С ними Встречаться Страшно Тут На стрелке Ручьев Оленеводческая Стоянка Вот он Первый Хороший Лисочек Лиственный После спуска С тундровой Зоны Ну Сейчас Стоянка Пустует Вот С этого Ручея Спускалась Вот Тут Интересно Сделали Зеркальце Монтировали В лиственнице Еще одна У притока С другой стороны Вот Какие Тут Сооружения Что-то Такое Должно Поймать Это Мелко Для оленьих Шкур Ну А вот Сама Поляна Стоянки Там И чайники Остались Все Чистенько Прибрано Но Кое-что Конечно Тут Осталось Даже Книжки Тут Есть И Банка Банка Целая Килик 15 Год Вот Какую Долину Я попала Здесь Тропа Идет Прям Отличная Впервые За Мое Путешествие Встречаю Тропу Вот Вот От Стоянки Идет Красота Чай Курильский Тут Цветет По краям В общем Здорово Гроза Немножко Дождик Фу Немножко Жару Прибило Но Все равно Еще Душно Очень А Маленькие Мухи Они ведь Ждут Ждут Когда Прыскнет Кровь Напорная Ткань Не оставляет Никаких Шансов Никаких Ничего себе Куда я пришла Техника Какая Фух Стоянка Однако Надо же Люди Одна и есть Обалдеть Привет Собака Пришла На стоянку К людям Вот Элбом Стоит Чай Меня Сейчас Почвой Будут Меня Марина Зовут А вас Таня Таня Очень приятно А где А где Стадо У вас Там Вверху Там Пастухи С ним Понятно Давно Вы здесь Давно Давно Все лет Стоите Понятно Я смотрю У вас тут Техника Такая Сюда То есть Вы заезжаете Как-то Обалдеть Я думала Только на лошадях Встречала Тут следы Лошадины Ладно Да А сколько Палатка И загон Для оленей А это уже Угамыт Речка Да Тут Вот Сколько Рогов Бараньих А Палатка Как Палатка Сосирского Деда Можно Можно Зайти Можно О Как Хорошо Это у вас Ваша Ваша Здорово Вася 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 Семнадцать лет Семнадцать лет Ничего себе Кот Долгожитель А как Вас-то зовут Александра Иннокентина Собаки Коты Лошади Лошади 12 штук Лошади Семнадцать лет А где же Они сейчас Другие Вот По низу Вот так Угляют Шестерых Сами? Шестерых Они уже Завязаны Логи Завязаны Раньше Зайцев ловил А теперь Китикит Обремился Вася На него Похож Да Похож Точно Точно Летят Вот эти Покидаю Людей Под дождем Идти Не жарко А вот Впереди Уже Угомыт И там Налить Видно Оттуда Сейчас Мой путь Атуналить Потрясающая Все-таки Вещь На Альги Красота Вещи Угдаю С hidden С С С Река Угомит А вон там за поворотом уже перевал И спуск в долину Сунтара Вот какая тут стояночка Опять туча ползет какая-то Дорога после наледи конечно была очень болотистая Все по грязи По осокам По заболоченностям Вот вам простая романтика Жизнь бродячей моей Комаров много но это не самое главное Главное что здесь дорожка хорошая Можно достаточно быстро идти Вот моя стоянка в замечательном лиственичном редколесье Вчера ходили точки Грозы были Поэтому поставил тентик Палаточка моя Вот такой здесь Светлый лес Чистый А вокруг болота Вот идешь по ним чавкаешь Заходишь такой лесок передыхаешь Если присмотреться Вот это вот дорожка А тут несколько таких параллельно идут Здесь иконные следы есть Ну и даже вот на каком-то типа вездеходе Квадроцикле проехали Который я вчера видела Вивену в гостях Вот там река Угамыт Я от нее уже отошла А вот снова болото Печкарник Пушица Светет Коточки где-то по колено Но достаточно сухо Вот то что вчера совсем поболото шла Здесь где-то у этого кулика гнездо Я уже встала и присела Еще одна наледь в долине Угамыто А я ухожу низким перевалом Под разделом К реке Калтака Которая падает прямо в Сунтар Вот они Открываются Заснеженные горы Знаете Высокая часть Сунтара Где-то снежники Вот это да Вот это горы Пирамида Похоже горопалатка Вот она по 3000 да белый цвет, светлый гораздо менее, с просом с лепнином пользуется нежели черный вот так отдыхаю сидя на кочке на подходе к перевалу а это вот налить в долине замыто а теперь реклама приезжайте к нам на Сунтар вот она голубая мечта путешественника в жаркий летний день когда вокруг всякие слепни летают вот такая голубая лазурная ванна на перевале вот что тут около озера лежит неужели тут рыбы будут вон там мои горы озеро мелководное оказалось водичка теплая наш ковер цветочная поляна наши стены сосны великаны наша крыша небо голубое хорошо когда пообедаешь и комаров нету ой красота ручей журчит ой долина ручья в которую я сейчас спускаюсь перегорожена забором чтобы олени не разбегались вот мне пришлось сейчас забор открыть потом закрыть и здесь сейчас горку идет тропинка вот такая набитая после тундровых болотистых кочек просто красота не верится что здесь есть такие тропы на Сунтаре горы синие приближаются я сейчас тут тропу потеряла в распадке болот пришлось бросать рюкзак ходить и искать а то без тропы тут гораздо труднее идти тропа конечно одно название но здесь пожестче наконец-то вдали показалось долина Сунтара вон впереди уже река Калтаковидна мне там надо будет брод впереди надеюсь что сейчас вода низкая легко сделать удастся а вон там уже домики видны в долине Сунтара вон там вот и выход здесь вот домик тут оленеводы вроде как и все перейти на ту сторону и я на Сунтаре на его правом берегу вот они за 4 дня прошли я думаю может и опять добралась я до реки Калтака или Калтако фу обширный галичник воды немного надеюсь легко перейду сейчас вот такая речка в домике было аж 4 человека я не стала их стеснять и ушла ночевать на речку а утром просто заблинула попрощаться место это по-якутски называется Алта-Чу-Куй 7 черков вот мы лагерь на берегу Сунтара дошла вот на 7 день маршрута я вышла к реке Сунтар вчера вечером прошла около 100 километров наверное несколько перевалов один был такой тяжелый каменистый высокий другие низкие но болотистые и вот наконец здесь я сразу же поймала рыбу маленький хариус ну значит здесь есть рыба теперь будем сухой 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 Продолжение следует...